сегодня речь пойдет о так называемом научном методе я покажу что такое наблюдение факт гипотеза и наконец теория как наглядная проблема заключается в том что не гипотез не теории в кинзадзе нет и быть не может ну да ладно как ни странно я буду использовать отрывок из знаменитого советского фантастического фильма георгий данелли кинзадзе поехали скептический философ напомню немного сюжет два героя прораб владимир николаевич и студент гид иван чудесным образом с улиц москвы мгновенно переносится в песчаную пустыню нам конечно известно что это планета плюк но героям пока нет и так что делать героям вот тут и начинается применение научного метода прорабом дядей вовой каким же образом все что значит начинается применение научного метода с чего мы соответственно начинаем применение научного метода это вообще хороший вопрос типа с наблюдения наблюдение это начало научного метода или это все еще не научный метод вот вы в жизни наблюдаете в жизни наблюдаете значит вы по дефолту что ли используете научный метод получается если всякое наблюдение ей суть научный метод до уже достаточно его часть чтобы сказать все вот он начинает использовать научный метод ну в таком случае все является научным методом если всякое наблюдения такого может быть названа смотрим а ты что видишь а значит сработала хреновина и так первый шаг научно блять научно научно произошло что-то научный вопрос а чем это научное отличается от чего-то ненаучного в таком случае который надо запомнить это сбор фактов но но проблема заключается в том что не всякий сбор фактов можно назвать научным методом уже сразу сбор фактов может быть ну не знаю в рамках буддизма любой философской школы только мы обычно их не называем научными и наукой там и так далее так далее так далее я честно говоря мне в принципе не нравится вообще такая постановка проблема согласно которой наука монополизирует право на сбор фактов даже вот как-то так нашем случае кинза дзы при помощи наблюдения что мы видим солнце воздух гравитация пустыня странно только то что мы мгновенно тут оказались но это как раз то что и требует объяснения то зачем нам исследует применять научный метод главное на этой стадии собирать именно факты они мнения фантазии предположения мысли представления слова авторитетов консенсус и договоренности и прочее проблема заключается в том что в науке по-другому и не получится вам придется собирать консенсус и мнение авторитетов и так далее так далее так далее так далее то есть научные исследования никогда не велось таким образом что она начинает как бы буквально с нуля понимаете когда научный метод появился уже было собрано такое большое количество разных фактов что в голове одного ученого они ну могли поместиться с большим трудом уже как как минимум и поэтому до нужна классификация этих самых обработка всевозможное осмысление там и так далее так далее так далее то есть факты факты они почти никогда для полноценного ученого но вот точно с начала нового времени как-то да они не даны во всей целокупности в той или иной сфере ну и поэтому ничего не остается кроме как доверять авторитетам ну например вот вы наблюдаете за не знаю каким-нибудь цветочком ваш товарищ наблюдает за каким-нибудь травинкой и вы вместе делитесь друг другом информацией и вы верите тому человеку он верит вам что вы правильно пронаблюдали а вы верите в том что он правильно пронаблюдал как то так ну да ладно чей прочее все перечисленные не факты никогда не было и не считалось фактами это очень очень важно различать факты и не факты если этого различия не делается то это не наука даже близко ну факт это такая разновидность мнения в рамках которые мы соответственно интерпретируем феноменальный опыт соответствующими ресурсами на научный факт он обязан быть сформулирован на языке той или иной теории которые сейчас доминируют иначе что непонятно на каком языке этот факт формулировать то есть опять же тут знаете тут у нас возникает еще другая проблема для того чтобы сформулировать факт нам нужны какие-то представления о мире мы не можем просто так взять и факт то то факт блять все вот факт вот короче факт нет нам нужно уже представление о мире на базе которых мы составим некоторый язык и некоторую базу таких под наших собственных представлений да и из этих представлений мы уже пытаемся какие-то факты выводить и одно дело это феномены а другое дело это факты феномен это например мы смотрим в микроскоп и мы видим какую-то хуйню но я имею ввиду те те штуки которые сейчас науки называются микроорганизмами вот факт описаны в языке не является чистым фактом да даже не совсем так понимаете в чем дело или вы можете в языке описать очень подробно тот или иной феномен так что даже человек его более-менее похоже представить себе но описание феномена отличается обычно от описание факта более того большее количество фактов они вообще сформулированы таким образом что они не являются даже феноменами если не воспринимаемо например статистика статистика не воспринимаемо да она является результатом и некоторого абстрагирования относительно некоторых полученных данных причем тоже не всегда феноменальных тут такое факт в данном случае это определенный уже результат обработки информации причем факт всегда после теории может следовать ну например да у нас есть представление о том что существуют некие боги допустим на молния ударяет в дерево но соответственно мы трактуем это как некому мы знаем что наверху находятся боги они не спосылают в общем-то небесный огонь и мы соответственно получаем этот священный небесный огонь и ну вот он так вот получается мы именно так будем интерпретировать данный факт этот факт не будет не научным потому что он следует не из научной теории он следует из других представлений но наука здесь работает точно так же в науке заранее есть определенное представление о том как мир устроен когда наука если когда вот ученые специалисты вокруг что-то наблюдают исследуют экспериментируют они пытаются писать найденные теории в свои собственно на найденные факты в своей собственной теории это важно то есть чистого факта не существует по крайней мере чистого научного факта не существует и что самое главное никогда не существовало он всегда увязан с теми представлениями которые у людей о мире существуют а представление связаны с мнениями убеждениями всеми теми штуками которые он отверг только что с авторитетами и так факты вообще это нечто что сложно подвергнуть сомнениям лол изи из чего он взял что хреновина сработало я не знаю песок 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 но это феномен песка может они заснули вообще может это не настоящий песок солнце то же самое с притяжением та же самая вещь может они заснули может они сейчас это не настоящий мире находится вот вот мы подвергли все это сомнению то есть видимость песка не означает что этот песок настоящий как и все остальные феномены ну да ладно солнце есть песок есть притяжем за что-то солнце кстати он здесь ошибся вот смотрите давайте еще кое-что сделаем следующий ход в рамках этого фильма в небе здесь находится не солнце там другая звезда он обосрался буквально обосрался кстати я за автор данного видео обосрался тоже потому что солнце это конкретный небесный объект да это вот наша это наша звезда получается в рамках научной топологии это у них там не солнце у них там не солнце то есть и автор видео и вот это человека не обосрались соответственно это был чё не факт получается ну да ладно они есть где мы мы на земле или не давай будем считать что мы на земле в какой пустыне так каракумы а лол какие у нас все пустыни копий сахара нашелся у нас у нас еще кизил комы нет давай будем считать что это каракумы шаг 2 выдвижение рабочие гипотезы ну или используя обычный язык выдвижение основного при ну все здесь следующий абсер потому что то что мы здесь видим это не есть гипотеза гипотеза это предварительный вариант теории а теория это некоторое абстрактное освещение имеющихся фактов данных о мире причем о мире поймете в чем дело то есть гипотеза и теории не формулируются относительно единичных событий вот это уже это писал ну например смотрите у меня есть гипотеза как будто бы о том что маркус гей но такой гипотезы быть не может в принципе что маркус это конкретное вот создание одно единственное и относительно маркуса теорию гея маркуса создать нельзя невозможно на то есть это будет просто обычное предположение предположение отличается от гипотезы и от теории соответственно положение для чего необходимо выдвижение рабочие гипотезы для того да и мы определили что это не гипотеза еще раз давайте гипотеза это предварительно это медами мини теория да это предварительная теория то то что в итоге должно стать теорией а теория это упорядоченная обоснованная система взгляда в суждении положений позволяющие объективно адекватно объяснить факты анализировать процессы прогнозировать и регулировать их развитие из да это должна быть большая сложная упорядоченная обоснованная система взглядов и суждений большая система взглядов и суждений да вот причем очень важно что это должен быть уровень это должно быть уровнем познания познания на котором обобщаются и систематизируются знания о предмете исследования формулируются понятия категории суждения умозаключения и так далее. То есть, да, должно быть что-то общее. Это всегда обобщение. Теория это что-то вот там вот, например, о законах природы, о законах, может быть, истории. Хотя вот такие вот теоретики в основном среди марксистов, а не среди историков обитают, но вы понимаете. Например, предположение о том, что там у Карла Третьего были вот такие длинные усы, это не теория. А предположение о том, как работают законы всей истории, вот это уже теория будет, конечно. Потому что мы вообще пытаемся обобщить весь исторический опыт в таком случае, и мы сможем назвать это теорией. То, что мы здесь имеем, это не гипотеза и не теория. Гипотеза предварительная стадия формулировки теории. То есть гипотеза это упрощенная теория. Нет языковой системы, нет фактов. Ну, я не думаю, что представление можно иметь только на базе языка, или я. Понимаете, в чем дело. Мы можем, в принципе, какими-то альтернативными методами передавать друг другу представления. Представления о том, что есть что. И что за этим всем стоит. Например, средствами воображения, способом, каким-то образами можем это пытаться передавать. В этом плане язык это не единственный формат, с помощью которого мы можем так или иначе интерпретировать факты. Как-то так. Ну, например, да, с помощью не просто наскальных рисунков, с помощью вообще любой изобразительной структуры какой-нибудь. Также, может быть, какими-нибудь еще методами, о которых я просто не знаю пока что. Может быть, мы скоро будут созданы такие технологии, которые позволят нам просто образами обмениваться, которые мы видим. Ну, и, например, я не знаю. В таком случае вы сможете просто подумать о том, как вам кажется, как, из чего состоит вселенная, как она выглядит, да, а не объяснять это. И человек, который с таким же прибором будет напротив, может быть, это тоже поймет, да, допустим. Как-то так. А с гипотезой здесь ошибка. Чтобы ее проверить. Значит так. Солнце на западе. Значит, Ашхабад там. Понял? Пошли. Пошли, пошли. По сути, забегая вперед, сразу можно сказать, что научный метод и есть проверка гипотез. Лол. Проблема еще заключается в том, что в рамках научного метода теории, вообще теорию нужно проверять, гипотезу с ней сложно. Гипотеза обычно довольно абстрактно сформулирована, и поэтому с ней особо ничего не сделаешь. Понимаете, в чем дело? Проверяются теории, потому что теории большие, сложные, и что самое главное, они непротиворечивые внутри себя. То есть, вот они доведены до состояния непротиворечивости. И поэтому, если один из элементов падет, так скажем, падут и остальные в том или ином виде. И теорию придется переформулировать, чтобы она вернулась. Ага, да. Вот. А гипотеза, да что гипотеза, я не знаю. Мы на планете там, ну, вообще, вообще это все не гипотеза. Не знаю, вообще, в принципе, гипотезы, они потому и легковесные, они могут быть вообще абсолютно любыми, потому что они проще теории. Гипотеза, это там, не знаю, вот я говорю, гравитацию, вот эту штуку вниз, тянет там, не знаю, не пространство, время, да, вот, и не масса нашего, нашей планеты Земля, которые вот благодаря там искривлению в пространстве и времени вот заставляют предмет падать, да, а гномики, гравитоники, которых мы не видим. Вот это гипотеза. Вот это гипотеза, вполне гипотеза, которая описывает всю гравитацию во Вселенной. Существуют маленькие невидимые существа, гномики, гравитоники, которые тянут этот предмет вниз. Соответственно, доказательств я никаких не привожу. Я никаких, в общем-то, выводов из этого не делаю, практических следствий тоже не делаю, фальсификаторов вам не выдаю. Соответственно, теория, это, конечно, ну, это не теория, да, это гипотеза, и гипотеза не фальсифицируемая, потому что вы, если ничего сделать не можете, вы не можете никак опровернуть, что вот этот предмет вниз тянут не гномики, гравитоники, на самом деле. У вас нету никаких возможностей опровернуть гномиков, гравитоников, и гипотеза обычно формулируется таким образом, что, ну, они в лучшем случае имеют способность потенциально быть фальсифицируемыми, и то на том уровне, когда они станут теориями. Как-то так. Да ладно. Кроме того, если не выдвинуть предположения, мы не можем получить знания о чем-либо, поскольку знания – это проверенное утверждение. Проверка problematic проблема заключается в том, что мы вообще не можем знания получить, судя по всему. Ну да ладно. Наверное, я, конечно, я не знаю, но есть предположение, что мы вообще не можем... Хотя нет. Хотя, наверное, даже нет. Хотя даже, наверное, нет. Ну, ладно, не буду говорить, да или нет. Ну, короче, сомнительно, что мы вообще можем, в принципе, получить хоть какое-то знание. Неважно, стало оно после проверки? Ложно. И проблема заключается в том, что наука – это не про проверку, а про провержение. теорий база научного метода это не проверка некоторых представлений да то есть не как там называется ладно забья слов забыл верификация да это не верификация прежде всего это прежде всего фальсификация но то есть верифицировать ну верификации люди занимались очень давно и в целом это наверно не является какой-то мега спецификой научного метода базы базой научного метода которые реально отличают научный метод не научного я бы назвал наверно фальсификацируемость теории то есть должны быть составлены теории потом фальсифицируемость как бы ты обозначил задачи науки но задача науки познания но она на мой взгляд крайне сомнительно наука является догматической философской школой на собственно пересечении двух других философских школ рационализма эмпиризма наука нам нужна для того чтобы узнать как устроен мир все больше ни для чего все остальное косвенно все остальное косвенно и не так значительно то есть когда речь идет о том что наука должна производить практику человек просто обычно исходит из какого-то другого альтернативного понимания определения того что такое наука и понимает под наукой не столько познан проектно-сиологический познавательный до сколько там практически инструментальный но просто здесь тогда у нас с этим человеком будет внутреннее противоречие на уровне самых базовых терминов и все ну типа можно дальше не обсуждать еще как просто совсем другого определения придерживается и мы можем конечно узнать как устроен мир с помощью познания нет как вообще устроен мир как на самом деле мир устроен наук про это основная цель науки узнать как на самом деле устроен мир для этого ученые строят всевозможные теории делают какие-то эмпирические опыты и так далее так далее так далее так далее если ваша дисциплина не претендует на устройство мира в самых базовых его в общем то основаниях причем понимаете то есть должны быть открыты не просто какие-то там не знаю вещи в духе ой мы нашли травинку она зеленая мы нашли цветочек он желтый или мы там нашли какого-то исторического мужичка он там вот это делал от мы нашли вот этого дяденька он делал вот это вот вот это не дело науки это вообще с наукой никак не связано это промежуточное звено такое которое принадлежит как науки так и не науки так там и магии и астрологии там еще к чему угодно да то есть все люди занимаются сбором фактов их там не знаю классификация еще чем-нибудь на в том и на том или ином уровне все люди этим занимаются так или иначе религиозные люди этим занимаются и философы этим занимаются то есть это не есть специфическое свойство науки а специфическое свойство науки это да именно что конкретно познание каких-то общих законов нашего мира и к сожалению подавляющее большинство дисциплин которые претендуют на звание наук они не занимаются конкретно этим вот процессом да они не выполняют вот эту функцию нам или истинным и ложные и истинные утверждения являются знаниями как вы понимаете нет знание о том что 2 плюс 2 равно 5 ложно оно истинно в этом плане получится да и оно будет возможно знанием но просто знание давайте тогда знание это истина плюс обоснование истины причем так истина плюс доказательства лучше даже сказать да доказанная истина что такое истина истина это соответствие наших представлений реальности вот тому как все на самом деле устроена то есть мы во первых должны быть уверены в том что мы знаем истину хотя бы о том или ином сегменте мира с одной стороны с другой стороны вы должны еще быть уверены в том что она несомненно доказано тогда у нас будет знание конец я не уверен что 2 плюс 2 равно 4 имеет какое-то отношение к реальности я поэтому например не сказал бы что 2 плюс 2 равно 4 это знание вообще вообще в принципе в этом можно усомниться по крайней мере у нас есть основание сомневаться воображение предыдущие знания и опыт очень важны для ученого поскольку помогают выдвигать правда подобные гипотезы то есть гипотезы которые не противоречат уже имеющимся теориям максим пишет заблуждение это знание получается только ложное но если мы знаем что заблуждение является заблуждением по определению вот этого человека которого мы сейчас смотрим да но по факту нет то есть знание это довольно амбициозный термин на самом деле да по крайней мере большинство людей его так понимают как я описал его среди ученых и среди там теоретиков разных всякие мягкие формы определения знания существуют но я например их обычно не озвучиваю они немало интересны вот да и в принципе это уже достаточное послабление для того чтобы скептицизм сохранять да то есть у скептиков может возникнуть проблема только вот с той формой знания которые я обозначил а если вы скажете ну знание это там правдоподобность не важно чтобы она была истина то вообще наплевать да вот если вы начнете отмахиваться от всего этого ну тогда во всем что вы говорите просто можно сомневаться и вы сами это признаете что ваших словах можно сомневаться но и тогда похуй вообще например если бы дядя вова сразу предположил что они с гидвана мгновенно перенеслись и находятся на другой планете это бы противоречило физике которая не допускает мгновенного перемещения крупных предметов таких как он с гидвана в пространстве тут также можно вспомнить принципы с философии науки не следует придумывать новые предположения для объяснения чего-то если нечто можно объяснить уже имеющимися извинения да но это относится к теориям потому что в теориях постулируются целые сущности так то и относительно теории мы можем предполагать что в опыте мы обнаружим такие вещи которые окажутся у какими странными у какими далеко выходящими за пределами нашего опыта то есть тут как бы такая проблема относительно опыта мы можем предполагать очень много всего то есть если бы бритва окома принималась ну вот как бы на опыте да то не умножай опыт сверх необходимого то есть ну например если мы нашли обезьянку вторую обезьянку третью обезьянку имеется ввиду окаменелости обезьянок ты не думай что вы найдете третью обезьянку другую немножко и четвертую другую обезьянку что вы найдете даже не мечтайте об этом да не предполагайте что это обезьянка существует вот что вы нашли то вот я с этим и работаете соответственно но это плеять хуйня какая-то принцип принцип ритва ком он поэтому к опыту и не применяется он применяется к теориям не постулирую больше сущность не постулирую больше сущности получается если одно и то же если если короче все факты в мире в рамках той или иной сферы можно объяснить одним фактором или двумя факторами мы скорее выберем там где вот одним фактором все объясняется там одним законом природы одной какой-то силы одной какой-то вот такой штукой чем меньше этих самых факторов чем меньше этих самых там сущностей тем собственно лучше все это относится только к теориям за пределами теории мы исходя из теории можем постулировать огромное количество вещей выходящих за пределы опыта да ладно весными теориями некоторые называют этот принцип бритва рачи скептический философ взял и намешал все в одну кучу использовал очень популярные теги слова и сверху в общем навалил свое мнение чтобы науку как бы прослайка ма хотя сам английский средневековый философ уильям макам имеет к нему мало отношения например плюс минус если вы следовать или расследующий убийство на темной улице не следует сразу да понятно что для теории бритва окома тоже хуйня безосновательная но просто на опыте бритва окома это кринж понимаете в чем дело кстати вот относительно бритва окома в практике я бы ее практиковал то есть если одни и те же задачи решаются наименьшим количеством средств мы выбираем как раз ну вот наименьшее количество средств чем наибольшие то есть смотрите если для хирургической операции вам нужно либо там просто помыть руки сделать все нужные надрезы и вытащить мозг или например вам нужно три часа танцевать какой-то танец там не знаю дикий там вот шаманский да и только потом делать те же самые надрезы мы лучше выберем тот риан где мы просто делаем надрез как-то так вот это будет не бритва окома правда но вот как-то вот не умножай практику сверх необходимого причем сверх необходимого имеется ввиду для достижения одних и тех же целей а то любят люди всякой хуйни повыдумывать и потом на практике страдать но относительно теории да это сомнительный принцип более того на опыт он не транслируется полагать что убийца серийный маньяк гораздо проще предположить что убийца грабитель и проверять это предположение например смотреть был ли убитого похищен да только же это к теории не относится да это он владислав это он чем бумажник и тому подобное проверка именно правдоподобных гипотез как показывает многолетний опыт намного намного чаще приводит к знанию по а как отличить правдоподобную гипотезу от неправдоподобной если например для меня все научные современные теории являются принципиально сомнительными для меня представление ученых современные мало отличаются представлений современных магов современных астрологов я не знаю современных религиозных людей вообще вообще почти не отличаются просто топика другая там натурально натуралистическая топика принципе доказанность тех взглядов которые ученые так или иначе проповедуют на мой взгляд абсолютно равносильно такая доказанности религиозных взглядов и абсолютно равносильно доказанности любое любую любых философских взглядов ну то есть доказательства нет и ученых нет нормальных доказательств и у религиозных людей нет нормальных доказательств но и все как то так почти всегда чем выдвижение и проверка неправдоподобный гипотез например существование шаровых молний сегодня ставится в один ряд короче он все он все перепутал он все перепутал соответственно и в этом заключается основная проблема он применяет принципы которые применяются к теориям на какие-то единичные явления объекты и так далее существованием инопланетных кораблей в небе или привидений очевидцы всех этих явлений или врут или заблуждают вот такая гипотеза и эта гипотеза гораздо лучше объясняет тот факт почему до сих пор эти явления не были зафиксированы на видео или воспроизведены в лаборатории чем фантастическое предположение что это какие-то неизвестные науки явления особого рода которые существуют только перед глазами тех кто забыл их заснять на видео ну и еще одно требование к гипотезе гипотеза должна быть доказуемой в принципе а нет ни одна научная теория и гипотеза не является доказуемой в принципе она должна быть опровергаемым бро это в этом нюанс опровергаемость но фальсифицируемость это разное ну то есть вот вы никаким образом не докажете теорию эволюции вообще никаким образом вы никаким образом не докажете теорию эволюции это просто невозможно то есть вы никогда не подтвердите что на протяжении миллиардов лет происходили вот такие вот изменения всех организмов которые сейчас наука проповедует вы можете сколько угодно единичными фактами там у гороха тыкать что вот они меняются это индуктивные факты они ничего не доказывают от того что вы используете все больше и больше индуктивных фактов не гарантирует нам то что ваша теория доказана но также то же самое что например я скажу там я не знаю вот я не знаю человек с темными волосами да и я там не знаю люблю кексики есть вася он тоже человек с темными волосами он тоже любит кексики следует ли из этого что все люди с темными волосами, любят кексики. Нет, не следует. Но вы скажете, мы можем собрать статистику, что-то там еще сделать. Да, но вы не можете относительно эволюции собрать статистику, потому что эволюция это такой абстрактный процесс, причем именно абстрактный процесс, который должен воздействовать на живые организмы, как те, которые существовали все на протяжении миллиардов лет на Земле. И одновременно с этим, и всех возможных организмов, которые могли бы существовать. То есть теория, любая теория, любая хорошая, правильная научная теория, она рассказывает нам не только о том, что было, но и о том, что могло бы быть. Понимаете, в чем дело? То есть и в этом плане никогда, 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 ни при каких обстоятельствах, нигде, ни в одной теории, ни в одной серьезной теории, да, настоящей научной большой фундаментальной теории, мы никогда не сможем доказать ее, тем более индуктивным метода никогда потому что всегда индукция будет неполной вот сколько реально какое реальное количество видов мы изучили какое реальное количество живых существ даже мы изучили если мы будем сравнивать это с количеством тех живых существ которые уже существовали за всю историю в общем-то этого мира которая наука как раз нам и преподносит какой процент там один два процента я даже я даже думаю я очень много говорю один-два это еще с большой наверное такой это большая фора еще ученым большую фору даю а теперь давайте прибавляем к этому еще и возможны все возможные организмы которые могли бы возникнуть теория эволюции как теория должна описывать не только актуальное но и возможное упси да то есть проблема заключается теперь в том что тот индуктивный опыт который собирает наука настолько мал что он соотносится со всем возможным опытом который у нас мог бы быть приблизительно так как единица относится к бесконечности чувствуете проблему да ввиду этого ни одна научная теория особенно такая фундаментальная как теория эволюции там не знаю любая физическая теория теория там фундаментальной физики они не являются доказуемыми про будущее тоже илья важно да и про будущее тоже может что-то наверное предсказывать вот и все будущие факты должна теория конечно учитывать если когда-нибудь окажется так что теория эволюции будет противоречить какому-то факту найденному в будущем по-хорошему ученые должны от нее отказаться если они правильно будут следовать методу фальсифицируемости понимаете или в чем дело и поэтому ни одна научная теория фундаментальная такая вот правильная которая соответствует определению теории вот она не является доказуемой она является опровергаемой опровержимый принципиально опровержимый это все что мы можем с ней сделать мы можем ее опровергнуть в том тот момент когда мы не смогли ее опровергнуть она переходит в состоянии не то чтобы не опровержимая на переходит состояние не опровергнутой но потом мы ее будем дальше продолжать опровергать и дальше опровергать. И дальше, и дальше, и дальше. Пока не обнаружим факт, который ее опровергнет. И мы потом выдвинем другую теорию, которая будет тоже. Тоже опровергаемой, опровержимой. Принципиально опровержимой будет. И может быть она продержится множество опровержений. То есть она пройдет множество ступеней и потом опять, может быть, сольется. И в этом плане ни одна из научных теорий не является принципиально доказуемой. У нее нету такого свойства. Такого просто быть не может. Не может быть такого, что научная теория будет без... бессомненно, небессомненно доказана. Не может быть такого. Здесь мы не математикой занимаемся, к сожалению. У нас есть мир, в котором огромное количество явлений. Просто колоссальное количество явлений. Все их классифицировать и правильно истрактовать. Ой, боже, как это сложно на самом деле. И ввиду этого, умерить бы пыл некоторым сайентистам и любителям науки. Просто потому, что даже вот эта претензия на принципиальную доказательность, это очень-очень-очень амбициозно. Если мы сравним еще те доказательства, которые реально приводятся. Ее доказуемости можно судить, например, по ее фальсифицируемости. Чел, фальсифицируемость, ты сам пишешь равно. Принципиальная опровержимость гипотезы. Опровержимость, доказуемость. Доказать, опровергнуть. Разные вещи. Разные. Они разные. Они просто разные. Лол. Причем, может быть, есть возможность. Вообще, я еще раз дополнительно подчеркну, если у нас есть какая-то необходимость фальсифицировать теорию, если у нас есть необходимость фальсифицировать теорию, она автоматически становится недоказуемой. По крайней мере, недоказанной. Если мы допускаем возможность опровержения, а научная теория всегда допускает возможность опровержения, то она принципиально недоказуема. Та степень, насколько теория является принципиально фальсифицируемой, ровно в такую же степень теория, она не должна претендовать на принципиальную доказуемость. Это взаимоисключающие вещи. Они противоречат просто друг другу. Они просто не сходятся вместе. очень разные штуки. Это очень разные штуки. Когда у вас в свойстве теории есть конкретно опровержимость, на доказуемость она не может претендовать уже. Если ваша теория всегда должна сохранять состояние, возможность быть опровергнутой, всегда, 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 всегда. Мы всегда допускаем, что она может быть ложна. И, следовательно, мы всегда допускаем, что она недоказана. По крайней мере, на тот момент когда мы допускаем что она может быть ложным вообще доказательство произойдет только тогда когда мы перестанем допускать что она может быть ложным когда мы такие ну все она кажется абсолютно истинно но тогда теория потеряет свойства быть опровергаемой потому что мы не будем ее опровергать она доказана она доказана понимаете в чем дело когда теория доказана она неопровержима получается правильно же что что мы понимаем под доказанностью неопровержимость что мы понимаем под опровержимостью на самом деле в том числе и не доказательность не доказанность теория это противоположные понятия противоречащие друг другу принципиально то есть могут ли вообще существовать события или обстоятельства которые опровергнут эту гипотезу да и сидя на юг мы можем не придем ваш хабад наша гипотеза не верна то есть она может быть опровергнута ну круто чувак просто это не теория и не гипотеза это просто предположение просто предположение зачем говорит что-то гипотеза чем говорит что-то предположение зачем принципе вообще в принципе непая зачем человек пытается выставить сложные теоретически ну для селок сложные гноси логические заходы науки таким образом как будто бы они просто в быту применяются просто любой мужик такой то так ёпта но у нас мы в пустыне допустим так ветер дует сюда светит сюда ну наверное ашхабад короче там да вот вот такие вот почему-то он пытается такие рассуждения каким-то образом выдать за научные но они не являются принципиально научными эти рассуждения рассуждения такого типа существовали задолго до появления науки а наука появилась где-то веке так 17 ну ты еще приехали таких хороших раскладах научный метод нас фальсифицируемостью плюс-минус какой-то да вообще сам термин фальсифицируемость часто стал использовать со времен попира что вообще в двадцатом веке произошло то если мы вообще хотим обозвать наукой только то что где присутствует вообще фундаментальная фальсифицируемость как обязанность да тут наверное только в 20-м веке появилась вообще-то тогда и научный метод только в двадцатом веке появился если наука это метод значит наука вообще только в 20-м веке могла появиться но если мы дадим небольшой послаблении немножко прошлое посмотрим и там увидим что все таки учениц прошлого, они как-то все-таки фальсифицировали свои теории, да, какие-то эксперименты предлагали, опровергающие, все такое. Ну, доказывали и фальсифицировали. Ну, мы можем здесь делать послабление, да. Принцип фальсифицированности там во времена науки 17-го века, он не был таким последовательным, как уже веки в 20-м, его не так последовательно применяли. Но мы можем обнаружить, что его там где-то применяли хотя бы, да. До этого столкнуться со всей совокупностью научного метода, по-моему, ну, вот у нас нету такого прецедента, чтобы где-то еще возникла наука, вот до 17-го века. Были эмпиризмы, были рационализмы, были попытки совместить эмпиризмы и рационализмы разными способами. Причем я говорю именно эмпиризмы и рационализмы, потому что у нас, как бы, да, есть эмпирики там англичане всякие, типа там Бекона, Юма, Беркли там и всех остальных, да, есть нормальные эмпирики, которые, в принципе, и в Средневековье были, есть эмпирики, которые греческие, тот же, например, ну, в кавычках секст-эмпирик, он же сначала к врачам принадлежал, да, соответственно, и потом стал абсолютным скептиком, который, соответственно, ну, на самом деле был против эмпиризма как такового, был критиком эмпиризма. А, вот. Ага. И мы тут, на самом деле, вот с этой многозначностью слова эмпиризм тоже взаимодействуем. Кстати, с многозначностью рационализма как такового, потому что античный тот же самый рационализм, он делится буквально на как минимум, как минимум на две ветви. На ветвь диалектики и ветвь соответственно с другой стороны логики. То есть Платон-Аристотель, вот такое деление. И иногда определенно находятся некоторые способы совместить диалектику и логику. Твойник. Александр, как вы думаете, почему известные научные популяризаторы не говорят о принципиале невозможности что-то доказать в науке? По крайней мере я не встречал таких, ну, твойник, понимаете в чем дело? Иногда что-то... Вообще, давайте так. Мне кажется, что популяризаторы наук обычно говорят об науке слишком много. Причем один и тот же популяризатор может в одной стороне сказать, что теория эволюции является абсолютным фактом, она несомненно. Все, если ты не сомневаешься, ты полный идиот. С другой стороны они могут сказать, что никакие теории в науке не являются доказанными, мы всегда в них сомневаемся. С третьей стороны они могут сказать, что мы занимаемся познанием. С другой стороны они могут сказать, что это нужно нам для инструментальной, для практики и так далее, и так далее, и так далее. Причем один и тот же человек может сказать все эти противоречащие друг другу вещи. И проблема, на мой взгляд, заключается в том, что эти самые популяризаторы науки имеют непоследовательные взгляды на тему того, что такое наука. То есть, как ни странно, для большинства ученых, ну, вообще, это вообще не странно, на самом деле, и для большинства популяризаторов, что немножко более странно, наука не является предметом размышления и исследования. Они не пытаются составить непротиворечивые представления о том, что такое наука есть хотя бы для них самих. И поэтому они озвучивают как раз всевозможные разнообразные клише из разных философских школ. То они там фальсификационисты, то они инструменталисты, то они там объективисты, наука у них объективную реальность исследует, то там фальсифицирует она, то еще что-то делает. То есть, внутри одного человека совмещаются абсолютно разные шаблоны, которые не могут быть вместе совмещены. И поэтому почти каждый сайентист и почти каждый, собственно, популяризатор науки обсирается просто каждый раз, когда он рассуждает о науке, потому что у него нету единых, стройных, непротиворечивых представлений о том, о чем он говорит, да, в данном случае. Он даже определения нормального не даст, скорее всего. Вот как-то так получается. И то, что Вячеслав внизу написал, мне кажется, они используют разные заходы в зависимости от того, с кем разговаривают, чтобы было легче защищать науку. Да, но тогда наука просто пустым словом остается. Да, такой вот священный граль наука здесь стоит, и мы просто используем разные заходы, разные понимания науки, ну, просто по приколу. Ну, чтобы защитить вот это вот священное слово, получается. Но это тоже странно. Вот. Ну, поехали дальше. Не, просто на самом деле последовательный фальсификационист, последовательный фальсификационист, он, в принципе, должен признавать вот то, что я сейчас сказал. Ну, просто вот исходя из того принципа, который мы озвучили. Просто проблема в том, что большинство ученых, они вроде бы за фальсификацией, за фальсификационизм, но, с другой стороны, они, видимо, не до конца понимают, что это такое, и у них в головах существуют какие-то еще противоположные представления о науке, об объективном знании там и обо всем остальном. Там инструментальные какие-то функции науки, что вообще типа науку с практикой очень сильно сближает. Короче, каша-каша-каша, мешанина-мешанина-мешанина, и на базе этого они вот так вот, ну, рассуждают. У них, у них сломанная модель рассуждения, к сожалению, да. В нашем случае, отсутствие предполагаемого Ашхабада впереди, разумеется, является таким обстоятельством. Ну, или все события, которые произошли с героями дальше. Подробнее о фальсифицируемости смотрите в предыдущем моем видео. Проверка на истинность. Причем, опять же, давайте так, если мы исходим с позиции каких-нибудь фальсификационистов, или, например, инструменталистов, тут об истинности вообще речи и быть не может. Ну, понятное дело. Он сейчас, по-моему, исходит из позиции объективистов, так скажем, да. То есть, людей, которые считают, что научный метод позволяет достигать объективного знания об объективной реальности, соответственно. Вот. Ну, это самая слабая позиция из всех. Она наиболее претенциозна, она наиболее амбициозна. И одновременно с этим за ней меньше всего доказательств. У нее самая слабая, в общем-то, оборонительная площадка, соответственно. Ну, я вам уже это показал сегодня. Мне говорят в школе, в телевизоре или на ютубе. Могу ли я это проверить с помощью эксперимента или логики? Если не могу, почему я в это верю? Вот это и есть главная черта ученого. Постоянный скепсис, постоянное сомнение такого рода. Ол. А как же сомнение в том методе, который ты описал? Ну, тогда это будет не совсем постоянный скепсис. И не совсем постоянное сомнение. То есть, буквально у человека в голове, получается, есть определенный алгоритм, по которому он должен поступать. Как человек, у которого в голове есть алгоритм по оценке всего чего угодно, абсолютно всего, может быть скептиком и может сомневаться? Непонятно. То есть, да, как буквально человек, который прочитал методичку и по этой методичке действует, как его можно назвать скептиком? Да никак, на самом деле. А ученые как раз вот такие люди. Просто очень часто сложность методичек в разных дисциплинах резко отличается. Да, там где-то методички попроще, где-то методички посложнее, где-то там для методички надо целый большой математический аппарат вызубрить и применять его так, как это принято. А где-то вот что-то еще. Что посоветуешь почитать по философии науки? Ну, соответственно, мы на самом деле начнем, скорее всего, с текстов Поппера. То есть, берем, читаем основные тексты Поппера по философии науки. Потом Локатаса тоже берем, соответственно. Куна берем, соответственно. Фиерабанда берем, соответственно. То есть, у Локатаса берем фальсификацию и методологию научно-исследовательских программ. У Куна берем про научную революцию. Я не помню, как точно текст называется. Я уже все позабыл, господи. У Фиерабана берем против метода очерк анархистской теории познания. Ну и книжку «Прощай разум». Вот. Читаем это. В целом уже имеем некоторое обозрение базовой такой вот философии науки. Да, структура научных революций, верно, Вячеслав. Вот. Берем эти книжки и в целом вы сдаете, и вы сдаете в целом экзамен по философии науки. После этих книжек. То есть, Поппер, Кун, Локатас, Фиерабанда. В таком порядке. Если хотите полнее что-то узнать, можно коснуться более редких авторов. Типа там Холтона. Кстати, можно по Анкаре копнуть. То есть, в начале 20 века были довольно интересные у него наблюдения по вопросам там конвенционализма. Если сильно припрет, но если вы ну совсем хотите стать мега-мастером в рамках философии науки, можно там Венский кружок начать читать и упороться у него. А если ну совсем мега упороться хотите, можно и Махистов начать читать. Ну, то есть, Эрнста Маха и его книжки по философии науки. Но я сейчас, я первый перечислил, это уже такой, знаете, постпозитивизм. Он, во-первых, чаще всего довольно просто написан и понятно. Понятно, что авторы там имеют в виду. Во-вторых, он поздний и он обозревает то, что было до этого. То есть, я сразу дал простые тексты, а остальные тексты, ну, типа, можно прочитать для более глубокого ознакомления, но на начальном этапе это не так важно. Инопланетяне существуют? Доказательства есть? Нет пока. Ну, тогда инопланетян нет пока. Ну, проблема будет заключаться, кстати, здесь еще и в том, что если у нас появится достаточно какая-нибудь там интересная теория возникновения жизни, может быть там теория, хотя теория эволюции даже, наверное, сойдет, и мы сможем предположить, если у нас еще теория не просто, да, именно возникновения, а биогенеза, да, у нас нормальная теория биогенеза появится, в принципе, мы сможем тогда предполагать, с какой вероятностью и в каких временных промежутках могут возникать живые организмы, и тогда мы можем предположить, на каких планетах, с какими веществами, с какой отдаленностью от тех или иных звезд возникают те или иные инопланетяне, и тогда даже не видя инопланетян, мы можем предположить, что они есть, и это будет не противоречить научной теории, и более того, это будет соответствовать одному из свойств научной теории, То есть иметь возможность предсказывать какие-то факты, которые будут открыты в будущем. Например, существование инопланетян. Как вам такое, Илон Маск? То есть, опять же, на частных примерах те принципы, которые он обозревает, они не работают. Они не работают. То есть, понимаете, в чем дело? От того, что мы никогда, например, не докажем, что мы когда-нибудь должны будем найти такую окаменелость, которая будет какой-нибудь промежуточной между, например, амфибией и рыбой. Ну, мы не можем этого доказать. У нас есть теория, которая говорит, что так должно быть. И мы можем фальсифицировать нашу теорию, найдя вот эту вот рыбку. По полу рыбу, полу амфибию, соответственно. Мы можем не найти ее, и никто заранее не докажет этого. Но в рамках нашей теории, например, теории эволюции, у нас нет никакого противоречия в том, что мы можем отыскать вот такое создание. Не только нет противоречия, у нас есть указание на то, что мы ее отыщем, скорее всего. Вот. И с инпланетянами точно так же здесь работает. Просто если рассуждать по той модели, по которой он рассуждает, ну, мы не нашли пока что создание, которое вот занимает промежуточное положение между рыбой и амфибией. Ну, значит, ее и нету пока, получается. Да, нету пока. Все, нету никого, никаких промежуточных ступеней между живыми существами, получается. Как-то так. Эйнштейн предполагал, что квантовая теория бред собачий. Он это доказал? Нет пока. Ну, значит, и квантовая теория не бред пока. Папа Римский говорит, что Бог есть. Он это доказал? Нет пока. Ну, значит, то, что Бог есть, неизвестно пока. Ну, окей. И, кстати, верующие нередко не против этого подхода. То есть, есть разные виды агностического христианства. Так что вполне... В общем, многие христиане вполне себе агностики. Они потому и опираются на веру. Ричард Докинс говорит, что Бога нет. Он это доказал? Нет пока. Ну, значит, то, что Бога нет, неизвестно пока. Вопрос. Теория эволюции доказана? Нет. Ну, ее принципиально невозможно доказать. Я вам уже показал, да, почему нельзя ее принципиально доказать. Почему ее невозможно принципиально доказать? Вот. Ну, значит, теории эволюции, ну, нет пока, да? Нет пока такой штуки, как эволюция, получается, в масштабах миллиардов лет. Скепсис, то есть стремление к проверке любых утверждений, и есть то, что делает ученого ученым, а не ученым. Ну, это не называется скепсис. Вообще, утверждение все, что не доказано, сомнительно, ну, это антискепсис даже. У вас тут категория доказательства присутствует, значит, что у вас есть какие-то критерии, по которым можно доказывать. Вам, по крайней мере, так кажется. Вопросов к критериям вы не задаете. То есть сами критерии у вас, скорее всего, не доказаны. Следовательно, они сомнительны. Если критерии, по которыми вы пользуетесь, сомнительны, следовательно, и все ваши доказательства сомнительны. Если все ваши доказательства сомнительны, ну, значит, все у вас тут сомнительно. Вот такой вот скепсис должен быть. А ваш скепсис, он, знаете, останавливается где-то на начале пути. и он просто берёт и говорит, ну, давайте сомневаться в просто каком-то хуйне, которую люди просто озвучивают, типа, о, вы знали, что в небе летающие слоны обитают? Ну, мы в этом, типа, сомневаемся, да, что они там обитают. Вот, давайте сомневаться, знаете, что единороги розовые существуют, да? И они такие, да, нет, мы их не видели, мы в них сомневаемся в невидимых розовых единорогах. Ну, охуенный скепсис, конечно. Конечно, это просто настолько поверхностное понимание скепсиса, насколько можно. И проблема как раз в этом и заключается, что доказательство, доказательство, вообще сама структура, сама система доказательств, вот, в контексте скепсиса и скептицизма, оно будет подвергаться сомнению прежде всего. Подтверждение в духе «всё, что не доказано, сомнительно», скепсису не имеет никакого отношения, не имеет никакого отношения к скептицизму. Вообще никакого отношения к скептицизму. Всё. Да, вот именно что, кит-пэкс, это звучит так. Сомневаться во всём, что выходит за рамки наших аксиом и наших представлений. Так буквально любой человек рассуждает. Так христианин может рассуждать, так мусульманин может рассуждать, так буддист может рассуждать. Сомнительно всё, что выходит за пределы моих представлений и моих методов взаимодействия с миром. Ну это круто, конечно, но тогда что ли все скептики, получается, у всех скепсис. Учёные степени, премии или что-либо другое. И вообще, если бы наши герои просто не стали проверять свою гипотезу о Каракумах и Ашхабаде, а просто сели бы и стали ждать вертолёт спасателей, который, как мы знаем, никогда бы не прилетел, они могли бы даже и погибнуть. А если бы они были в Ашхабаде, может быть, они бы и выжили. Ну, рядом с Ашхабадом. Может быть, им нужно было какой-то альтернативный способ искать взаимодействие. Может быть, они что-то перепутали. Тем более, с чего они взяли, что если идти на юг, они дойдут до Ашхабада. Я уверен, что город Ашхабад, даже если они оказались в какой-то пустыне, да, вот, допустим, у нас пустыня здесь находится, и вот внизу точка город Ашхабад. Вот, пустыня, город Ашхабад. Во-первых, они могут оказаться в любой точке пустыни, что до этого Ашхабада может идти быть вообще бесконечное количество времени. Да, юг они могут определить и идти на юг, но при этом они могут идти на юг и промазать мимо города. Город находится здесь, и они пройдут вот так вот, например. Они же не знают, в какой точке пустыни они оказались. То есть, в этом плане их, в общем-то, вот это перемещение, может быть, и не было. Что это было наилучшим вариантом, ну, так скажем, да? Зависит ли имя от того, насколько важна для вас данная книга? Мой ответ такой простой. Многие книжки я просто проглатываю, очень быстро читаю. Я вижу, что книжка не очень важна и не очень интересна. Я ее быстро прочитываю и иду дальше. Если книжка очень важная, надо разбирать, разбираться, лекции смотреть, пересматривать по терминам, спрашивать у специалистов, которые в этом разбираются. То есть, если тема для вас важная, если книга для вас важная, тогда имеет смысл разобраться. Очень основательно. Далее, немного посложнее. Куда уж сложнее-то. Обратите внимание, сейчас герои живут в своем мире, и это важнейший момент. Они в каракумах и идут в Ашхабад. Это мы знаем, что они на плюки идут совсем не в Ашхабад. Но для героев пока нет ничего, что указывало бы на то, что они не в своей модели действительности. Они живут в модели целой вселенной. Запомните этот момент. Набор утверждений, то есть ваших представлений о мире, предположения о мире, фактов о мире, является вашей моделью мира. Если ничего не произойдет такого, что покажет, что ваши представления не верны, а факты не факты вовсе, то вы живете в мире, который вроде как и настоящий. Именно такой, как вы его представляете. В науке такие представления или модели называются теориями. Ну, упрощенно, конечно, но допустим. Пока не встречаются факты, которые не вписываются в теорию, то есть научные представления о мире, мир таков, каким он написан в этой теории. Ну, нужно объяснять, почему эта формулировка является коренжом. Еще раз. То есть научные представления о мире, мир таков, каким он написан в этой теории. А как вообще мир с этой теорией взаимодействует? Мир, что ли, меняется от того, как его описывают люди? Или как это происходит? Это трансферинг реальности происходит? Или как это вообще? Как к этому относиться? Я не понимаю то, что сейчас сказано. То есть мир и есть модель, а не действительность или реальность. В 15 веке весь мир состоял из четырех стихий. Вот действительно сложно началось. Неосмыслимо. Огня, воды, земли и воздуха, которые смешивались особым образом, порождая все вещи и тела. В начале 20 века каждая вещь состояла из электронов, расположенных ватами, как изюм в кексе. Потом мир состоял из электронов, которые летают вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. Сегодня все вещи вообще состоят из электронов, которые представляют собой непонятное облако вокруг твердого ядра. Завтра мир будет представлять собой голограмму или компьютерную игру. Ну, наверное, правильно будет предположить, что меняются не сам мир, а наши представления. Ну, это очевидно. Поэтому все, что ты говорил, звучало как хуйня полная. С самого начала. О нем. То есть наши теории. Но попробуйте сегодня рассказать какому-нибудь физику, особенно студенту, что атомы это не мир, а просто его представление о мире. И посмотрите на его реакцию. Конечно же физика изучает реальный мир, скажет плохо подготовленный философией студент. Ладно, идем дальше. Спускается пепелац, выходят люди, говорят непонятные слова. Короче, наблюдаем новые факты. У нас есть три пути. Первый путь. Проигнорировать новые факты и следовать дальше своим предположениям. Так поступают всякие лжеученые и очень-очень плохие ученые. Ну, или совсем уж упертые, недалекие люди вроде Лукашенко. Второй путь. Ха-ха, нихуя себе. Оскорбил великого человека только что. Не одобряю. Второй путь. Принять и откорректировать изначальную гипотезу. То есть включить в нее новые факты. Поэтому-то она и рабочая. То есть меняющаяся по ходу. Незапно политота, да, такая? Дудела гипотезу. Третий путь. Вообще отбросить изначальную гипотезу и составить новую, учитывающую все новые факты, если их уже столько, что их нельзя вписать в изначальную гипотезу без противоречий. Кап-страна. Герои, как вы понимаете, идут вторым путем. Изменения, то есть корректировка этой гипотезы изначальной. Кап-страна, восклицает дядя Вова. Эт не гипотеза. Но это значит, что мы не в Каракумах, то есть не в СССР и в Ашхабад идти бессмысленно. Надо двигаться в направлении хоть какого-нибудь города. В действительности, любая гипотеза часто проходит все три стадии. Даже самый честный ученый с большим трудом отказывается от своих изначальных предположений. Сложно признавать, что ты был неправ и пошел не в том направлении. Но другого пути нет. Поэтому, если вы собрались в науку, привыкайте к постоянному разочарованию в себе. Дальше в фильме у героев накопилось столько фактов, что ни о каком Ашхабаде герои больше и не думали. Они на планете Плюк, а земля где-то далеко. Это уже теория, а не гипотеза. Слишком много фактов, которые указывают на это. Блядь, чел, ты не понимаешь, да, чем теория от гипотезы отличаются? Бывает. Гипотеза, это все состоит из воды. Теория, это когда все состоит из воды, но при этом у нас есть большая сложная система представлений, которая при этом разветвляется на весь мир буквально, да, и позволяет непротиворечиво описать мир таковым, в рамках которого все состоит, допустим, из воды в данном случае. А, понял, Светлань. Снимаю. Снимаю. Претензию. Ну, как-то так. Как-то так. Однако и эта теория совсем не окончательна, как вы... Это не теория. То, что мы находимся на какой-то планете, это не теория. Вообще, в принципе, даже, кстати, теория плоской Земли нифига не теория, потому что она говорит об одном единственном объекте. Просто об одном объекте, который мы называем землей. Там плоская она, не плоская. Теория сферической Земли, ну... Ну, ну, блин! Ну, серьезно, что ли? Ммм. Ну, то есть, даже звучит довольно странно. Ммм. Вы понимаете, ведь вдруг прилетят новые тапеллации, которые заставят опять внести поправки в модель. Или вообще, герой проснется и вся модель полностью выкинется на муфр. Ну, оставляем героев на планете Плюк в очаровательном фильме антиутопии, увы, актуальным, пока на Земле существует власть одних людей над другими. И рассмотрим схему, которую я попытался сегодня изобразить. Сбор фактов и движение гипотезы, проверка гипотезы, корректировка гипотезы и ее проверка, теория, проверка теории. Ну, а зачем гипотезу проверять? Вопрос. То есть, во-первых, да, гипотеза, она не противоречит всей совокупности имеющихся фактов. То есть, с учетом того, что автор перепутал гипотезы, теории, все вообще перепутал там, да, вот. Основная проблема, да, именно в этом, конечно, заключается. Но выдвижение гипотезы, оно уже учитывает имеющиеся факты и, честно говоря, как-то проверять гипотезу новыми фактами мы обычно и не можем. И проверить мы можем в основном только теорию. Теория более тонко, точно и многогранно, да, и целостно, и непротиворечиво, и логически, и лучше она сформулирована. И поэтому к теории мы можем применить такую штуку, как фальсифицируемость. Фальсифицировать гипотезу очень сложно, потому что гипотеза это, это не до теории, да, это такая вот, такой зародыш теории. Ну, например, знаете, гипотеза может звучать так, все состоит из струн, ахахаха, ну, ну, что ты, блядь, мне скажешь, лох, как ты это опровернешь, да, например. Вот, гипотеза может звучать так, но, фактически, теория, да, теория струна, она будет состоять из огромного количества факторов, она будет описывать вот эти факты, вот эти факты, вот все вот эти группы фактов, будет описывать, как здесь работает гравитация, как здесь работает вот эта вещь, как вот эта штука тут работает И какие следствия должны из этого идти, какие следствия из этого будут для того, чтобы опровергнуть данную теорию. Допустим, мы предсказываем, что гравитация в рамках нашего представления о теории струн работает конкретным образом. И мы имеем такой потенциальный факт, который мы еще не обнаружили. То есть, например, если в каком-то специальном приборе предмет какой-то оставить, он будет вращаться, допустим. То есть, если он будет вращаться, то вот эта вещь не противоречит нашей теории. Если она просто упадет, например, противоречит. Все, ставится эксперимент. Это и будет экспериментом. Мы ставим какой-то предмет, какое-то явление, какую-то совокупность предметов. Отграничено от всех других предметов. Какие-то определенные узкоспециализированные условия для того, чтобы проверить, а действительно ли в рамках данной теории соблюдается хоть что-то. Действительно ли данная теория смогла предсказать вот этот конкретно факт будущий, получается. То есть, фальсифицируемость-то, она в основном происходит через эксперимент. А эксперимент здесь является таким шагом вперед, некоторым обнаружением, некоторого нового факта, получается. И этот факт либо фальсифицирует теорию, то есть, опровергнет ее, либо не фальсифицирует, то есть, не опровергнет. От того, что теория оказалась не опровергнутой, ни капли это ее не доказывает. Это тоже важно понять, потому что мы эту теорию, в конце концов, можем фальсифицировать до бесконечности. Теория, согласно Попперу, сохраняет свою научность до тех пор, пока она является фальсифицируемой. И как только способность фальсификации опровержения выпадает, ну все. Более того, да, по Попперу у нас все выглядит немножко странно в данном случае. То есть, мы никогда не можем достичь истинной теории, мы можем только вот этими фальсификациями приближаться к наиболее правдоподобной, наиболее истинной. Все-таки нет, надежда у Поппера, конечно, есть достигнуть истинной теории, но мы все равно приближаемся, приближаемся, приближаемся. Первый шаг это сбор фактов, второй выдвижение гипотезы, третий проверка гипотезы новыми фактами, корректировка гипотезы и проверка этой откорректированной гипотезы. Повторяем это до того момента, когда откорректированную гипотезу уже не может изменить. Кстати, относительно сбора фактов, можно это вообще вычеркнуть, гипотезы вообще можно довольно спонтанно выдвигать неожиданно, потом как-то их представлять перед научным сообществом, а кто-то будет говорить, а вот этому факту это противоречит. А вы такой, ап, не противоречит, смотрите, как я это описал, вот математически, вот модели, вот еще что-то, смотрите, не противоречит, и все-таки, не слабо. А, нет ни один новый факт, поскольку он в принципе уже следует из нее. Такая гипотеза уже называется теорией. Ну, шестой шаг уже проверка самой. Такая гипотеза называется теорией, господи, ладно. Теорией. Каким образом? Смотрим, что предсказывает эта теория. Проводим эксперимент или наблюдение. Если все происходит так, как предсказано в теории, значит она верна. Значит мир таков, каким описанным. Кринж. Еще раз. Все происходит так, что предсказывает эта... Ну, шестой шаг уже проверка самой теории. Каким образом? Смотрим, что предсказывает эта теория. Проводим эксперимент или наблюдение. Если все происходит... Эксперимент или наблюдение проводим. Эксперимент проводим, господи. Эксперимент проводим. Эксперимент, блять, проводим. То есть, смотрите, то есть, смотрите, буквально. Буквально мы берем там, мы не знаю, И показываем, я не знаю что Да, давайте эксперимент классический приведем Вот у нас есть две трубки Из трубок мы выкачали воздух, соответственно И пустили два разных предмета вниз Вот, там, например, упустили какой-нибудь там легкий предмет, перышко и камушек вниз По безвоздушному пространству Отпускаем два предмета По теории Аристотеля, по представлениям Аристотеля Эти предметы должны падать с разной скоростью То есть тот, что легче, должен падать медленней Но по факту окажется, что, ну, собственно, они упадут вместе Такое представление, да, такой эксперимент что сделал? Он доказал какую-то теорию? Нет, он никакую теорию не доказал Он опроверг теорию Аристотеля Вот, он опроверг теорию Аристотеля через следствие из теории Аристотеля Это важно Относительно того, что вот они падают вместе Это можно описать бесконечным количеством способов Вплоть до того, что гномики-гравитоники в безвоздушном пространстве Могут с одинаковой силой там вниз тянуть, допустим Я не знаю, как угодно Чего угодно можно здесь выдумать То есть у нас все равно бесконечное количество разных возможностей Описания остается Ну да ладно Так как предсказано в теории, значит, она верна Значит, нет, это не значит, что она верна Если что-то где-то происходит, так как это описано в какой-либо теории Это не значит, что она верна И в этом проблема И для того, чтобы это осознать, важно чуть-чуть подумать Совсем чуть-чуть подумать Важно просто на опыты науки посмотреть было огромное количество экспериментов которые в принципе подтверждали в кавычках подтверждали ложные теории то есть мы можем просто взять посмотреть на историю науки огромное количество экспериментов не противоречило ложным теориям но потом конечно это итоге эти теории были опровергнуты да то есть нашлись такие эксперименты которые все-таки их опровергли но значительная часть экспериментов их не опровергала, допустим, особенно если это какая-нибудь хорошая, такая вот солидная теория. Например, теория Ньютона, самая известная из них, теория Ньютона, она в итоге оказалась ложной, она в итоге оказалась ложной, но сколько всего она предсказать-то помогла, да, соответственно, она фактически ложная, она не соответствует истине. Представление, то есть буквально представление Ньютона о том, как устроен мир, были ложные. Это очевидный факт, с этим, не знаю, надо быть полным дураком, чтобы с этим не согласиться. Вот, она оказалась объективно ложной. Ну, все, мы все это сейчас, в принципе, плюс-минус понимаем. Вот. Вопрос теперь заключается в том, как же так получается, что ложная теория, ложная теория имела подтверждение в экспериментах многочисленных и наблюдениях, но при этом потом была опровергнута, ведь все-таки автор-то вам только что, знаете, что же сказал? Давайте еще раз повторим автор, что нам сказал, важную информацию. Мир таков, каким описан в этой нашей теории. Ну, и так далее. Понятно. Поняли? Значит, что мир таков, каким он написан в этой нашей теории. Лол. Все просто, все просто, ребят. Наука, разум, интеллект, вы чего? Факты и логика работают. В целом, это и есть основы научного метода. Но, как вы понимаете, они тоже могут подвергаться проверке и изменениям. Если вы сможете раскрыть преступление или совершить открытие, не следуя проведенной схеме, то никто не обидится... Так, раскрытие преступления это не научный метод. Если вы не скажете, что вы плохой исследователь или что вы не ученый, вас не сожгут на костре. И это хорошо. Охеренно. Знаете, где вас еще не сожгут на костре? Почти где угодно. В Индии вас вряд ли сожгут на костре. В Китае в древнем тоже вас вряд ли за ваши утверждения сожгут на костре. Хотя, может быть, в разные эпохи были разные прецеденты. Но вот. Да даже в средневековой Европе вас за многие утверждения вряд ли сожгли бы на костре. Тут еще важно заметить. Ну да ладно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания. Продолжение следует...